В округе продолжаются рейды по снижению травматизма и смертности на железной дороге. Сотрудники административно-пассажирской инспекции проверяют не только несанкционированные переходы, но и те, которые оборудованы по всем правилам. Утренний час пик – участок между железнодорожными станциями «Люберцы» и «Панки». Поезда проходят каждые 5-7 минут, пешеходы торопятся на работу. По ту сторону путей много промышленных предприятий. Переход в этом месте оборудован и светофором, и звуковыми сигналами, но мало кто обращает на них внимание. Люди идут на свой страх и риск, иногда не замечая поезда. Ну как страшно. Вот я шел с той стороны, например, да, там по той двум веткам идут в ту сторону, в сторону области. Ну посмотрел, вроде нету ничего. Перехожу, он молча прям, ни звука не подавался, ну проскочил. То есть некоторые машинисты даже сигнал не подают. Это страшно, когда первый раз, а так уже привыкаешь, знаешь, а если опасность есть, так не готов, как говорится, ты же смотришь вправо-влево. Местных жителей не пугает даже то, что на прошлой неделе на этом переходе погиб молодой человек. Шел в наушниках и капюшоне на красный свет и не заметил приближающийся поезд. Такая обеспеченность пешеходов – одна из основных причин смертельных случаев на железной дороге. Хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы, переходя железные пути, были внимательны, обращали внимание на звуковые, световые звукосигнализации, снимали наушники, так сказать, свое внимание от гаджетов отвлекали на железную дорогу. С начала этого года в Люберецком округе погибло пять человек. Поэтому совместные рейды сотрудников полиции и административно-пассажирской инспекции продолжатся. Ирина Попова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...